А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал FKDemon. Если ты увлекаешься футболом, то этот канал для тебя. Он играет в Pro Evolution Soccer 15, также играет в Counter-Strike Global Offensive и помимо этого делает отличные вайны с удачными голами и моментами с реального футбола. Поэтому если ты заинтересован, то этот канал для тебя. Ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с мода Pixelmon. И перед тем, как продолжить наше путешествие и заспамнить легендарного покемона в этой серии, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. Ну что, ребята, что мы будем сейчас делать? Как я уже сказал и предупредил вас заранее, то что в этой серии мы будем спамнить легендарного покемона Молтреса. Я надеюсь, что многие уже этого ждали очень давно. И, ребята, мы это сделаем в этой серии. Также, какие планы на следующей серии? На следующей серии у нас, ребята, такие планы, то что мы будем... А мы будем пытаться найти еще больше гимов для того, чтобы посражаться там. Будем дальше прокачивать наших покемонов для тех же гимов. И также будем пытаться найти последний алтарь. Это алтарь Забдуса, который спавнится в саванне. После этого, если у нас, конечно, получится его найти, мы опять будем прокачивать орб. И после этого, как мы это сделаем, я надеюсь, у нас будет фулл коллекция легендарных птиц. И это, если честно, будет очень и очень круто, если мы сможем это сделать. Но перед тем, как куда-то пойти, ребята, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Если мы наберем тысячу лайков на вот этой серии, то сразу же выходит следующая серия. Ребят, я извиняюсь, если честно, то, что иногда не выходит Pixelmon, но я думаю, что вы меня поймете. Сейчас, в принципе, учеба начинается. У меня не учеба, у меня уже можно сказать, если повезет, то в скором времени работа появится. Поэтому, ребята, у меня тоже небольшие такие нервотрепки. Знаете, иногда и дома нету, иногда куда-то нужно уйти. Поэтому я просто-напросто иногда не успеваю записать новую серию Pixelmon. Но все же, ребята, если, давайте так, если мы наберем на этой серии тысячу лайков, то завтра же выйдет следующая серия Pixelmon. Не послезавтра, не после и послезавтра, а завтра. Специально для вас 1 сентября большой праздник, в кавычках большой праздник. Я выпущу новую серию именно завтра. Поэтому, ребята, я буду сильно рад, если поставите лайк. Это действительно даст мне еще больше сил для записи новых видео. И я постараюсь найти время и сделать для вас новую серию уже завтра. Следующее, ребята, то, что я хотел бы сказать, не забываем оставлять свои комментарии. Потому что, действительно, ребята, это тоже играет важную роль. Я отвечаю на вопросы своих подписчиков. Буду очень сильно рад, если вы меня что-то спросите. Все, что вам требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий под этим видео. Я постараюсь его прочитать, ответить и также с вами пообщаться. И последнее, ребята, чтобы не затягивать, это оставляйте. Точнее, не оставляйте, а вступайте в нашу большую дружную семью. Все, что от вас требуется, это просто-напросто на меня подписать. Я отношусь к своим подписчикам как к настоящим друзьям. Поэтому, если вы хотите стать моим другом, ребята, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу большую дружную семью. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, до этого мы уже закончили вот это. Нам выпала конфеточка. Нам конфеточка выпала. Это очень круто, если честно. Я просто вот так смотрел и бум, конфета выпала. Очень даже круто. Ну что, ребята, мы сейчас сразу же, наверное, пойдем заспавним. Молдреса. И, ребята, после этого мы, наверное, даже пойдем. Так, все вроде нормально. Мы даже пойдем и, наверное, на нем полетаем. Полетаем над пустыней, над саванной. Попробуем найти еще тех же боссов. И также, ребята, попробуем найти алтарь Забдуса, если у нас это, конечно, получится. Я немного достроил наш дом. То есть, я вот тут сделал... То есть, я не то, что достроил, а немного его улучшаю. Вот тут я сделал такое небольшое озеро. Вода отсюда как будто стекает. Вот я уже немного, немного его усовершенствовал. И на втором этаже сделал... На втором этаже сделал то, что тут у нас будет чаровальня, да. То есть, на открытом воздухе у нас тут будут книжние полки. Даже в небо можно смотреть. И тут у нас будет чаровальня. Но это, ребята, мы сделаем чуть позже. А также я хочу сделать себе лифт. Где-то вот тут, в принципе, прикольно будет, если вот тут прям лифт будет. Но это чуть-чуть позже мы сделаем. Сейчас, ребята, то, что мы будем делать вообще. Сейчас нам нужно прокачивать следующих покемонов. Сейчас тех, что у нас сейчас остались, нету смысла. Поэтому, ребята, приготовьтесь, приготовьтесь. Мы будем набирать фул команду. То есть, этих всех покемонов мы будем выкладывать, наверное, кроме Патч Рису. Мы ее даже, не знаю, будем ли качать. Но я уже говорил, ребята, чем больше уровень Патч Рису, тем, наверное, лучше шмотки нам будут падать. Смотрите, сейчас она 56 уровень, но нам уже падают Раркенди. Что будет на сотом уровне? Может, какой-то пицютенький шансик будет то, что нам выпадет Мастер Болл? Посмотрим. Но это, ребята, мы сделаем в следующей серии. Наверное, мы этих вот всех выложим. И возьмем, наверное, Гулета. Возьмем, наверное, Синдаквила. Возьмем, наверное, Риолу, которую мы еще не докачали. Где? Вот, Риолу. Возьмем Багона. Возьмем, ребята, кучу новых покемонов. Вот эту Пучену даже возьмем. И это мы все, ребята, сделаем в следующей серии и прокачаем. Так, ну что? Время идти спамить. Но перед этим давайте я еще попродую вот этот весь хлам. Чтобы у нас просто-напросто не был забит инвентарь. Вот это сюда давайте сделаем. Я быстренько это все положу в бэкпак. Давайте вот сюда. А, вот орб. Потому что, знаете, орб так кончено выглядит. Какая-то текстурка у него непонятная. Поэтому я иногда запутываюсь, мол, где орб. Вроде все. Как думаете, ребята? Вроде все. Остальное можно потом будет выкинуть. Ну что? Ну что, ребята? Вот, чуть-чуть ли не забыл. Нам нужно взять летающего покемона. Потому что если все-таки Молтрес убежит, то мы за ним помчимся и будем его догонять. Молтрес. Вот он. Вот он. Энабл. 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 Ну что, ребята? Вы готовы? Вы готовы? Спавним легендарного покемона Молтреса. Барабанная дробь. Опа. И он сразу на нас напал. Это даже лучше, потому что не нужно за ним охотиться. Ребята. Вот он. Давайте попробуем. Как всегда, это самая тупая привычка, которая у меня есть. Это перед началом пробовать словить легендарного покемона в обычный болт. А может, как есть какой-то 0.000001%, что мы его словим. Но не очень. Ну-ка, не будем даже париться по этому поводу. Залезаю в мастер-болт. И, ребята, новая легенда. Новая легенда. Это Молтрес. Мы его сразу же. Вот. Все. Заспавненный алтарь. Мы его уже больше не можем использовать. Давайте. Выйдем сюда. И пойдем. Пойдем. Сейчас. Давайте я сначала вот этих поубиваю быстренько. Потому что они большие уровни. Так. У меня тут почему-то опять вот это слетело. Это, знаете, когда просто-напросто перезаходишь. Next Party Slot. Previous Party Slot. Это когда перезаходишь в следующий. То есть. В какой-то другой Майнкрафт. На другие версии. Или, например, ты там с другими сборками играешь. И что-то в этом роде. Поэтому это все сбивается. Это, если честно, немного бесит. Но все же. Думаю, в этом ничего такого страшного нет. Так. Это мы можем снять. Мы будем, ребята, сейчас прокачивать дальше по Черису. Потому что по Черису это очень даже круто. Она прям офигеть, сколько нам шмоток сможет принести. Я надеюсь. Сейчас, ребята. Сейчас мы уже сядем на Молтреса. И покачаемся. Полетаем на нем. Посмотрим, что это вообще за чудо такое. Вот, видите. По чуть-чуть, по чуть-чуть уровень мы добываем. Так. Получаем. И добываем ресурсы. И по Черисе мы, кстати, прокачали на один уровень больше. И знаете что, ребята? Давайте вот так. Помните, я вам давал задание. Мол... Я вам давал задание. Мол, назовите мне имя какой-то летсплейщицы или блогерши в честь... В честь кого мы назовем по Черису. И я назвал по Черису в честь Алены Мони. Думаю, она не против, да? Сейчас также, ребята, вам задание. Назовите мне имя какого-то летсплейщика или ютубера в честь кого мы назовем Агрона. Просьба, чтобы он хотя бы... Я не знаю. Может, у вас в голове есть какие-то черты, что он чем-то ассоциируется с Агроном. Я, если честно, не имею понятия. Но, может, вы, ребята, что-то придумаете. Поэтому, ребята, в этой серии для вас задание. Назовите, вспомните, поищите имя какого-то летсплейщика или блогера в честь кого мы назовем нашего покемона Агрона. В этой серии под комментариями я буду рад прочитать ваши комментарии. Каждого из вас я читаю комментарии. Поэтому, ребята, если ты хочешь кого-то написать, то предлагай в комментарии. Я прочитаю его и обязательно подумаю над твоим предложением. Ребята, мы идем домой, чтобы просто-напросто сейчас ночью тут не летать. Я даю вам слово, что сейчас мы поспим. Не знаю, что я хотел сказать. Поспим и сразу же, сразу же пойдем летать на Молтресе. Искать боссов. Искать, может, Шайни каких-то. И искать, искать алтарь Забдуса. Если у нас это, конечно, получится. Мы прям расп... Давайте сначала посмотрим. Молтрес. Молтрес, ребята. Было бы еще... У него еще текстурка офигенная. Я бы вообще создателем был бы нереально рад. Ребята, вы согласны то, что пора уже? Если честно, очень уже давно пора поменять текстурку и Молтресу. Поменять текстурку и Забдусу. И Артикуну. Если честно, давно уже пора. Мне кажется, не только я бы этого хотел. А, наверное, все бы хотели, чтобы разработчики Пиксельмона это сделали. Потому что это реально... Ну, очень нужно. Потому что вот эти... Когда вы уже там добавляете, я не знаю, Киограф, Лугию и всех остальных легенд с новыми поколениями и всем остальным. То мне кажется, что перед тем, как это все добавлять, можно было бы хотя бы поменять текстурку некоторым покемонам. Да, они поменяли там, может, Пикачу и остальным. Но самым главным это легендам, которые прям находятся в Пиксельмоне практически с самих первых версий. То есть, эти легенды находятся в Пиксельмоне практически с самого начала. Но они добавляют новых покемонов и меняют текстурки. Меняют текстурки покемонам, которых добавили там несколько версий назад. Но тем покемонам, которые находятся в Пиксельмоне с самого начала, они почему-то не хотят менять текстурку. Ребят, не мне их судить. Я им ничего не могу доказать. Я ничего не могу с ними сделать. Это их решение. Но я просто выражаю свое мнение. То, что мне кажется, действительно, пора бы уже давно это сделать. И это было бы реально очень круто. Но будем надеяться, что они смогут поменять. Ладно. Ладно, ребята. Мы ищем Алтарь Забдоса, ищем боссов. Да и, в принципе, ищем просто-напросто каких-то больших уровней покемонов, на которых мы сможем прокачаться. Магмар. Нам еще один магмар. Давайте слезем. Потому что реально нужно качаться. Плюс к тому, с магмара выпадают шмоточки. Вот смотрите. Нет, с этого не выпало. Но, может, с этого выпадет. И это круто, потому что мы и монетки сможем заработать, и прокачать Почерису. Я очень сильно хочу прокачать Почерису к сотому уровню. Потому что мне просто не терпится посмотреть, что же с нее там может выпасть. То есть, сейчас с нее выпадает офигеть куча всего. Но, что бы с нее выпало, если бы действительно она была сотым уровнем, я не представляю, ребята. Мне кажется, много бы чего выпало. Не прям с каждого покемона. Но, может бы. Может бы даже Мастер Болл выпал, если бы нам, в принципе, повезло. Ладно. Ну что, ребята. Давайте облутаем вот эту еще гробницу. Сокрови... Сокровищни... Ци-цу-ци-цу-ци-цу. Тут мы еще не были. Может, были. Перед тем, как я обновлял... Ух, нифига себе. Перед тем, как я обновил... Точнее, пересоздал эту карту. Потому что, кто смотрел ранее, я говорил, что эта карта залагала из-за каких-то там модов, которые я устанавливал. Поэтому, ребята, мне пришлось, мне пришлось переустановить полностью карту, перенести весь свой дом, перенести все свои ресурсы покемонов. А потому что предыдущая, к сожалению, залагала. И, кто помнит, там прям были большие дыры, большущие дыры там по всему миру. Их, если честно, вообще никак нельзя было залатать. Поэтому мне, ребята, пришлось просто-напросто пересоздать мир. И перенести все с предыдущего мира на этот. Это было, если честно, геморройно. Я соглашусь, может, кто-то так подумал. Но я с большими дырами, если честно, не хотел там играть. Хух. Ребята, не забываем смотреть покелут. Потому что вы можете написать в комментарии, на какой секунде, на какой минуте, на какой секунде я пропустил покелут. Например, где-то вот тут он валялся, но я его не заметил. А вы заметили. И я потом постараюсь вернуться и забрать его. Если вы, конечно, сможете написать. Ой. 48 уровень, это круто. Это круто. И заодно, ребята, не забывайте то, что заодно мы прокачиваем, прокачиваем Инфернейпа. А Инфернейп... Инфернейп даже в следующих... Инфернейп даже в следующих гимах будет рвать всем жопу. Поэтому, мне кажется, есть даже большой смысл есть его качать. Так, это давайте выканем сначала. Есть, если честно, очень большой смысл его качать. И он даже в дальнейшем будет надирать всем жопы. Это очень круто. Если это... Да твою нафиг. Я, в принципе, вот эту чукчу, может, потом и словлю. Мне кажется, это даже будет прикольно. Мунстоун выпал, ребята, или мне показалось? Или Мунстоун у нас уже был? Не помню, честно, не помню. Может, был. А знаете что? Сейчас, дайте-ка я посмотрю, какой он уровень. 34-й. Я не скажу, что прям супер-пупер, но я почему-то не обращаю внимания на вот этих тренеров. То есть, они не прям супер-большие уровни, но ты убиваешь одного тренера, и из него может выпасть тебе так около 5000 опыта. А это, если честно, даже очень много. Вот смотрите, с этого нам выпало, если в сумме посчитать, мне кажется, пару тысяч так выпало. Это, если честно, даже очень круто. Ребята, смотрите за боссами. Хоть даже если вы их заметите, то, к сожалению, я потом вернуться не смогу, потому что они пропадут до того момента, но хотя бы... Хотя бы вы сможете на них полюбоваться, а я, к сожалению, не смогу. Я, к сожалению, не смогу. Но все же, давайте мы дальше продолжим летать. Я, если честно, очень хочу встретить какую-то большую саванну с большущими горами, где мы сможем, где мы сможем попытаться найти алтарь. Это что вообще за хрень? Вот это меня, если честно, всегда интересовало, но тут ничего нету. Может, это обычный колодец какой-то. Фиг его знает, если честно. Наверное. Ух, какая там, какая там гора. Вот, вот мы, вот мы нашли саванну. Я буду надеяться то, что... Ух ты, нифига себе. Они вроде большие уровни, ребята. Они вроде большие уровни. 34-й, ну, не прям супер-гигантский уровень, но тут есть 47-й. Это уже намного лучше. И мы его убили, с него выпала... Инферне... Нет. Алене Мони... Ну, в смысле, и Почерицу выпало полторы тысячи опыта. Это круто. Она... Ух ты, нифига себе. Ребята, на начале серии... Да, залезь ты, сядь... Ой, да нет, почему я на Ноктавла, ребята, сажаюсь? Я не хочу на Ноктавла, если у нас уже есть Молтрес. Зачем нам летать на обычном покемуне, если у нас уже есть легенда? Как я помню, на начале серии Почерицу... О, стоять. Почерицу была 56-й уровень. Сейчас она уже 58-й уровень. Это, если честно, очень даже круто. Мы её убиваем, и, если честно, с неё даже выпадает нормально так опыта. Давайте посмотрим, сколько сейчас выпадет, если мы сможем убить вот эту Громилу 49-го уровня. Конечно, сможем. Три тысячи опыта, ребята. Это даже очень круто. Это... Не, ааа, твою мать. Камбускен, вторая эволюция, я хочу первую. Ребята, я хочу первую эволюцию. Ну, в принципе, мы недавно словили... Ой, стоять. Мы недавно словили Синдаквила, поэтому, мне кажется, нового огненного покемона, ну, в новом огненном покемоне мы сейчас не очень нуждаемся. Но всё же можно её словить, если найдём кого-то отличного, чтобы на запас, да, чтобы на потом было. Можно, в принципе, потом даже будет. Так, убили две тысячи опыта. Это очень, ребята, круто. Честное слово, это очень круто. Два куска опыта на дороге, как говорится, не валяются. Так, убьём сейчас быстренько. Я бы хотел каких-то больших уровней встретить. Прям, знаете, такой 50-й, нафиг, какой-то даже 60-й уровень, чтобы покачаться. 60-й уровень, мне кажется, можно найти, но вроде только в этом. В Бишарпе есть 60-й уровне, так же кто и 60-й уровень? Хм. Может, в глиняном биоме есть ещё 60-й уровне? Я, ребята, честно, не знаю. Может, потом пойдём? Сейчас я, если честно, не имею желания. Что-то я уже тут нифига не вижу. Мне-то кажется, что тут вообще вот этот материк как будто кончается. И тут только... И тут начинается... Так, сейчас, покелут я не пропустил. Да, вроде нет. И тут начинается просто-напросто океан. Я не знаю, может всё-таки попытаться что-то пролететь. Я не знаю, сможем ли мы вообще тут что-то найти. Опа, стоять, тренер. Тренер, ребята, нам нужно. Какой он уровень? 27-й. Я не вижу смысла сражаться с такими маленькими уровнями. Не обижайся, конечно, тренер, но реально 27-й уровень. Это для нас уже не очень. Было бы круто, если бы мы нашли прям какого-то 50-го уровня. Это было бы реально супер. Я, честно, ребята, не знаю, есть ли смысл вообще сюда лететь. Есть ли смысл вообще что-то тут искать. Я бы хотел реально найти пустыню. Я бы реально хотел найти большую саванну. Но то, что мы сейчас находим, это ничто. Это вообще какая-то фигня. Но тут есть ост... О, вот нашли. Вот нашли какую-то саванну ещё новую. Я надеюсь, тут может кто-то будет. Опа. Здрасте, чудила. Ты какой уровень? Здрасте. Ты какой уровень? Какой-то... 44-й. 44-й. Стоять. Стоять, зараза. Стоять. Фух. Если мы, конечно, сможем убить. Сможем, но долго, мне так кажется. Если мы сейчас это постараемся убить, то по через... Ох, пусть он. Нифига себе, ты зараза нас отравил. Если мы сейчас сможем его убить, то, мне кажется, может даже по через будет 59-м уровнем. Да, 59-й уровень. Это очень круто. Вылечим и потопаем дальше. Потопаем дальше. Так, ой. Так, ладно. Это лаг был или что? Или я просто об дерево стукнулся? Вот сейчас не стукнулся. Смотрим, ребята. Главное, знаете... Вот самое, наверное, сейчас главное, это не смотрите на боссов. Не смотрите на что-то остальное. А смотрите на горы. Потому что алтарь... Алтарь Забдуса, он не спамится вот тут на равнинах или вот тут на низинах саванны. Он спамится на вот таких большущих горах. То есть, он может заспамиться только тут. Поэтому, ребята, просьба, смотрите на горы как можно чаще и как можно лучше. Потому что, если алтарь все-таки где-то будет, если я его не замечу, то хотя бы вы его заметите и потом не скажете координаты. Вот тут было бы идеальное место для алтаря, если бы он тут заспамился. Вот честно, прям идеальное место. Но ничего нету. Боссов я, если честно, не замечаю. Уже не знаю, какую серию последнего босса. Последний босс, я не помню, кто был, если честно. Не помню, честно, ребята. Вот не помню, кто был последний босс. Но это вроде в саванне тоже было. Но... Вот, вот мне интересно, какой ты уровень? Вот, если ты какой-то большой, то даже за тобой можно иногда. Ух, 42 уровень. То есть, мне кажется, нормально. 42 уровень нормально. И, в принципе, против электричества этот покемон не очень. А опыта, если честно, нормально дает. Что-то я не вижу, чтобы нам какие-то шмоточки выпадали. Было бы круто, если бы уже хотя бы что-то выпало. Я пока что не вижу ничего. Опа! Опа! Сейчас, 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 стоять, 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 стоять. 46 уровень. И да, ребята, я там видел еще другого покемона, которого я хотел много раз словить. Но я не знаю, сможем ли мы его словить в этой... Вообще как... Ой, так, я что-то не понял. Ага, то есть я молтресом на него напал случайно. Вот, хундум. Только я не хочу, мать его, хундума. Я хочу хундура. Первую эволюцию, ребята, я хочу. Вот, если бы заспамилась первая эволюция, я бы, если честно, даже постарался словить. Это что у нас? Как это называется? Биом Хиллс. А вот тут мне нужно Дезерт М. Мне нужно Дезерт М. Это обычный Дезерт. Вот, еще один. Это кто у нас? Это кто у нас? Анаун. А вот это кто? Да уйди ты уже. Хундум. Нам хундум не нужен. Нам хундум не нужен, если честно. Тридцать шестой уровень. Я не знаю, честное слово. О, вот этот, мне кажется, большой уровень будет. Как думаете? Вот этот, мне кажется... Ух ты, нихрена себе. Пятьдесят девятый уровень. В принципе... Ух ты, нихрена себе он оспнул. Давайте тогда допинаем его с помощью Инфернейпа. По две тысячи... Две тысячи опыта нам дало. Две тысячи опыта. Это даже очень много. Ой, да че ты... Будем пытаться найти, наверное, вот таких покемонов, да? Которые большие уровни, из которых выпадает реально много опыта. Вот там еще... Нет, это не он. Ребят, я не знаю, честно. Я хундура очень сильно хочу. Нужно смотреть... Нужно смотреть на биом, который... Ребята, смотрите на биом, который называется Desert M. Мне нужен биом Desert M. В Desert M спавнится сандилы. А если честно, я даже хочу сандила. И спавнятся вот эти лампы, как они там называются. Я забыл, честное слово, как эти лампы называются. Не помню. Вот хоть убейте, ребята, я не помню, как эти лампы называются. Они похожи вот на лампы, не лампенты, нет. Что-то другое. Я, если честно, не помню. Честно. Вспомню, скажу, но сейчас не могу вспомнить. А может мы даже тут будем качаться ночью. Смотрите, вот эти 58 нафиг уровни. Это, если честно, очень даже много. В этой... Сейчас. На начале этой серии по Чирису была 56... 56... 56... 6... 6... 6... Короче, в жопу. 56 уровень она была. Сейчас она уже... Сейчас она уже, ребята. 60 уровень. Это очень даже круто. Я видел, я видел там сокровищницу. Ребята, мы сейчас туда вернемся. Я просмотрю 39. 55... Давайте попробуем. Вот Чармиллион, нифига себе. Здрасте, Чармиллион. Тысяча опыта. Вот смотрите, нам дало 1300 опыта. 2600. Я так округляю. 2600. Охренеть. То есть, с одного вот такого чудика нам дается около 3000 опыта. А почему бы и нет? Это как покемон. Какого-то там... 60 с чем-то уровня. Нифига себе, Блэйз Рот нам выпало. Офигеть. Это, если честно, даже очень круто. Ну что, ребята. Ух, нифига себе. Грыбы. Грыбы вот тут. Грибы. Так. Это забираем, забираем, забираем. Лишние монетки. Ну как? Лишние монетки не бывают. Это забираем. Это тоже забираем. Это... Ух ты. Три алмазика. Три алмазика. Нам бы еще выбраться отсюда. Ух, ребята. Кстати, сегодня 1 сентября. Я, если честно, забыл. То, что сегодня 1 сентября. У моей мамы день рождения сегодня. А я сейчас вам как раз смешную историю расскажу. Я помню вообще. Но перед тем, ребята, если честно, поздравляю вас с этим. То есть, вы не думайте, что я прикалываюсь. Не, с одной стороны, да, прикалываюсь. 1 сентября. В школу пора. Иди одевайся. Портфель собирай. И завтра в школу, чувак. А если честно, то есть... Вы не думайте, что школа это плохо. Вот я закончил школу год назад. У меня в жизни так получилось, что я учился в школе 13 лет. То есть, как это получилось? В Португалии школа не... 11 лет. В Португалии, вот где я живу, может кто-то не знает, может кто-то новенький. В Португалии, где я живу, школа 12 лет. То есть, тут школа не как в России, не как в Украине. Тут, ну, немного как-то по-другому это все сделано. Тут всякие курсы и вот это все в школе. И даже в конце школы нужно писать, как будто диплом, прикиньте. Как в универе, что-то в этом роде нужно делать какую-то полудипломную работу. И я, ребята, получилось у меня так, что я отучился в школе... Сколько там серии уже идет? Ни хрена себе. И получилось так, что я в школе отучился 13 лет. Как это получилось, если тут все-таки 12 лет? А первый год, когда я переехал в Португалию, я ни хрена не знал. Честное слово, я... Ну, в принципе, понятно, я даже говорить не знал. И у меня так получилось, что я просто остался на другой год. Тут, в принципе, все это очень даже сложно. Тут вот эти все контрольные работы, тесты. Тут все учитывается. Тут пропуски даже учитываются. Если ты там пропустил какое-то количество уроков. Тут, короче, очень-очень-очень-очень-очень легко, чтобы тебя отчислили. Опа! Вот, 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 вот кого я хотел. Тут, если честно, очень легко, чтобы тебя отчислили, чтобы тебя оставили на другой год. Тут все так очень просто. Если ты где-то что-то неправильно сделаешь, лоханешься, то тебя просто-напросто ставят на другой год. И если, смотрите, а тут курсы есть такие по три года. Например, курс начинается с девятого класса до... Нет, с десятого класса до двенадцатого класса. Если ты десятый класс нормально проучился, если ты одиннадцатый класс нормально проучился. А если в двенадцатом классе ты лоханулся, и, да, например, там много уроков пропустил, и тебя отчислили, или выгнали с этого класса, то ты возвращаешься в девятый класс обратно. В десятый класс обратно. Если ты проучился на каком-то там курсе, да, информатики в десятом, одиннадцатом классе, в двенадцатом, Но в конце 12 класса, перед самым выпускным, ты лоханулся или прогулял на один урок больше, чем позволено Тебя отчисливают с этого курса информатики и перекидывают обратно в 10 класс Это жопа, потому что тебя не оставляют на другой год То есть ты лоханулся в 12 классе и потом на второй год опять в 12 классе Тебя перекидывают обратно в 10 класс и тебе заново нужно проходить 10, 11, 12 класс Ребята, у меня в классе была девка, которой 30 лет Какая жопа У меня в классе была девка, которой там 25 лет, 23 Мне тогда было, я не знаю, 16-17 лет Я учился в классе с девкой, которой было 30 лет Потому что она много раз проваливала, да, или просто-напросто уходила от школы Мне сейчас не до этого, а потом все-таки хотела вернуться в школу Вернулась там через пару лет и потом опять завалила Потом опять завалила, потом какой-то один предмет завалила, опять осталось И так в 30 лет она еще в школе училась Поэтому, ребята, тут реально вот это с этим очень все строго Ну, я один год как будто завалил И остался на второй год, не обратно, потому что я с самого начала завалил Потому что я даже говорить не умел Но все же со следующего года у меня все это уже более-менее нормально пошло Я закончил школу, можно сказать, в своей жизни я проучился 13 классов И хоть, о чем разговор? Дойди ты в жопу, последний бол Хоть я и закончил школу год назад, но я, ребята, честно У меня не было какое-то прям очень крутое детство, что я там был Когда я в Украине жил, да, у меня было крутое детство, честно Но вот тут в Португалии у меня его не было У меня тут ни друзей, ни хрена Потому что, ну, в принципе, другая страна, другой менталитет, другие люди А португальцы, ребята, они настолько расисты Они не признают других людей То есть, вот я украинец, живу в Португалии И они не признают украинца как человека Они к нему относятся как к какой-то собаке Они должны его тренировать, они должны ему указывать Короче, настоящие расисты, честное слово Вы не думайте, что вот там чувак приехал в другую страну Как ему там кайфово Ребята, вы себе не представляете, как этим жизнь себе усложняешь Может потом, да, лучше будет жить, чем в той же Украине или еще где-то Если бы я сейчас жил в Украине, то я бы сейчас в армии служил, честное слово Потому что вот эта хрень там вся на Украине Меня бы уже давным-давно в армию забрали Но я сейчас нахожусь тут И хоть мне повестка там пару раз приходила Я не буду ехать с Португалии в Украину для того, чтобы просто-напросто в армии отслужить Да, я просто положил большой и толстый И все, то есть Они тоже положили на меня большой и толстый То есть найти меня в Украине не могут Потому что меня там нету И все, похрен Поэтому, ребята, вообще Куда зашел этот разговор И что я хотел говорить сначала То, что все же школа Это не так плохо, вы не думайте Я понимаю, что это все там учеба Это вся хрень То есть противно учиться Это очень нудно, скучно И, ну, школа, уроки Рано просыпаться Идти в школу, собирать портфель Ребят Я вас прекрасно понимаю Это чувствует каждый Каждый школьник Не школота, не подумайте А школьник Это человек, который в школе учится Каждый школьник Это, в принципе, чувствует И он думает Конченая школа Как бы она уже побыстрее сгорела Да, как я не хочу идти в школу То есть Уже захочу закончить школу Или там Пойти куда-то после школы Там в университет Или работать Я тоже так думал Я вас сейчас не Пере... Пере... То есть Не смогу вам Справить мозги На нужное место Это... Это думает Каждый человек В своей жизни Когда он учится в школе Вы не думайте Что все так просто Будет после школы Вот я закончил школу Не 5 лет назад Не 10 А 1 год назад Я уже по ней так скучаю Что можно охренеть Просто честно Я каждый вечер вспоминаю Как было охрененно в школе Но... Сейчас вы не думайте, ребята Потом еще хуже будет В школе вы просыпаетесь Идете там в школу В 8.30 Или когда там Зависимо кто где живет И у кого Какое расписание То... У меня в Украине Было 5-6-7 уроков на день Да? Когда я там Ушился в 9 классе Тут у меня было До 10 уроков в день Я приходил в школу В 6 часов вечера Потому что тут не уроки Тут пары В обычной школе У меня было по 5 пар на день Одна пара Это 2 урока Это охренеть просто Еще там с этими перерывами Там перерывы Прикиньте час Да, это охренеть То, что перерыв час Обед Но ты на час домой Позже придешь Это уже чуть-чуть хуже Ам... И то, что... Чем я говорил Я забыл Ну, и вот Например Вы идете в школу Там в 8.30 Да? И приходите там В школу Может в 3-4 часа Да? Там дня Или там Под вечер Но вы еще можете Пойти с друзьями Погулять Вы еще можете Выйти на улицу Еще там погулять Немного Можете там Вечером прийти И пораньше Если вам там Задали уроки Сделать И пойти спать Может в компьютере Еще посидеть Какие-то видео Посмотреть И пойти спать И это тоже Прекрасно понимаю Но вы не думайте Что когда вы Закончите школу Вы станете прям Крутыми Вы там Закончили школу И все То есть Конченная школа Наконец-то ушла А вот после этого Еще больше Жопа начинается Кто пойдет В институт Тот в институте Будет на парах Целыми днями Сидеть Учить там Вот эти все Лекции Потом Тоже экзамены Сдавать Или как это там Называется Я не помню Потому что Ну в жизни у меня Не сложилось Чтобы я просто-напросто Пошел в университет Тут ребята Тоже не так С этим все просто Ага Поэтому Тогда еще хуже Будет ходить В университет А если вы пойдете Работать То это еще Намного хуже Вот я если сейчас Все-таки у меня Может сложиться Что я пойду работать Ну то я буду Хреначить по 12 Часов в сутки Я не знаю Когда я буду Видео делать Но я буду для вас Стараться Поэтому не думайте Что если вы идете В школу В 8 часов утра Приходите там В 3 часа дня И идете там Гулять Наслаждаться жизнью То после школы И будете Это париться Оу Мне нужно идти домой Потому что еще нужно Сделать уроки То после школы Вы там будете Хреначить по 10-12 часов В день И когда вы будете Приходить домой То вы умирать будете На постели Ребята А не думать Как бы мне еще Уроки сделать Поэтому ребята Это вы не думайте Может я уже Если честно Немного загнался По этой теме Может если честно Большинству людей Похрен Наверное Так оно и есть Но все же Я немного в жизни Еще повидал Мне 20 лет Но Какое-то уже Впечатление Ребята Складываться Об этой жизни Что от нее Ожидать То есть Что как И в ней происходит То есть Хоть Может Два года назад Я может Вообще Ни хрена не знал То есть Я был Ну обычный Тугодум Я и сейчас Тугодум Ребята Я не говорю Что я какой-то Умный Но Какое-то Хотя бы Минимальное Впечатление От жизни Складывается С каждым годом Если честно Человек Намного умнее Становится И он намного Больше познает В жизни Поэтому Не думайте Что я Какой-то Тупой Может Вы так Можете И думать Но Эдисона Можно Хотя бы Немного Послушать И может Хотя бы Немного Себе Там Поменять Мысль Но Начинаем Поколение Я уже Даже могу Сказать Что когда Я был Мелким То у меня Реально Даже Ни компа Не было Ни хрена Не было И мы Гуляли Целыми днями На улице Нам не нужны Были Никакие Компы Никакие Айфоны Никакие Игры Мы гуляли На улице Играли В прятки Писали За кустами Срали За кустами Извиняюсь За выражение Потому что Если ты пошел Домой Тебя бы Уже Не выпустили Звучит Но Если бы Ты пошел Домой Родители Сказали Все Ты уже Не идешь Гулять Уже Поздно А пока Ты на улице Они тебя Не смогут Загнать Что то в этом Роде И мы ходили Там Стрелялись Пиф Пиф Ты убит И нам Не нужны Были Никакие Call of Duty Contra Strike И GTA 5 И все остальное Вот сейчас Нынешнее поколение Там Шестилетние Задроды Уже ходят В школе С айфонами Уже там С айпадами С айхренадами Уже блатные Нахрена им там Прятки Нахрена им Даже банальные Футбольные улицы Если они там Могут Зайти на какие-то Сайты Дома Пофапать Посмотреть Мультики И заснуть То есть ребята Действительно Поколение Меняется С каждым годом А мне Когда родители Говорили Эта серия уже Хрень какая Большая получается Но все же Давайте еще немного Поговорим Это Когда мои родители Тоже Например взять Те же 6-7 лет назад Родители всегда Говорили что Ух Нынешнее поколение Когда мы были Маленькими У нас не было Ни компьютеров Ни нихрена Даже ни телевизоров Не было А вообще Мы жили И в принципе Радовались Вот этому Я всегда думал Что ты мне рассказываешь Это хрень Даже если сейчас Взять даже Мое поколение Взять вот это поколение Это уже Прямо охренеть Какая большая разница Когда я был мелким Только в то поколение Начиналась Вот эта вся Эра компьютеров Эра технологий Только тогда Это все начинало Производиться Вот эти все Телефоны Сенсорные Компьютеры Вот эти все Приставки Дэнди Вот тогда С моего времени Тогда все Начиналось Выпускаться И тогда реально Добыть это все Было очень сложно У меня хоть и был Первый Плейстейшн Но я не скажу Что я его так Прямо просто Получил И пошел Пошел там Купил за пару Рублей И все Или гривен Где я там жил А сейчас Ребята Я вам честно Скажу Сейчас там Пятилетний Чувак Который Толком еще Не знает Ни хрена Не знает Уже там Дома Иксбокс Уже там Дома И самый лучший Компьютер Уже там И Айфон В кармане Уже там И айпад И всякая хрень Потому что ему родители купили Да То есть Вот сейчас Вот такое поколение А вот то что реально У меня было Это вообще Мы выходили Рано утром Мы заходили Поздно ночью И что мы делали Весь день Мы реально Строили палатки Всякие на улице Там знаете С этих всех Вот тех же лопухов Не знаю Кто-то знает Что это или нет С тех же Кирпичей Мы находили На улице Доски Всякую разную хрень И мы строили себе Реально Всякие там Палатки Всякие там Домы И реально Вот это было круто Сделать себе дом Какой-то маленький Да Где-то там В лесу Это реально Было очень прикольно В пятки играли Вот знаете Там у нас был Заброшенный Какой-то склад И мы играли Как будто в контру Да Там делились на две команды И вот так Просто-напросто Если ты кого-то заметил Вот там Пиф-паф Там Вася убит И все И ты не мог сейчас сказать Ты что охренел Я тебе там Пинок дам Да И все Что ты на меня гонишь Нет Тут реально тогда было Ты убит Значит все по правилам Ты убит И продолжаем дальше играть Сейчас пять лет Там В Battlefield Или там В Dota Ты там Кончи-то тупая Я хочу идти на мид А ты меня не пускаешь Я сейчас троллить буду Да И тем самым Там семилетние дебилы Портят игру Там уже более-менее Даже вам Например Там Не знаю Сколько вам там лет 12, 13, 14, 15, 16 лет Уже даже Вот вам уже Даже игру портят А что уже говорить А Уже там 18, 19, 20 лет Поэтому ребята Вы потом Может еще вспомните Вы сейчас можете думать Эдисон дебил Какую-то там Хрень несет Я знаю 95% Вот так подумаете Подумаю Но может потом Через лет так 10 Может Через 15 лет Может вы будете Ложиться спать И на ночь Вы не сможете заснуть И потом вам придет Что-то в голову Ух Я помню Давно Такого чувака Который был Эдисон Вот помню Он там что-то Базарил Всякую хрень Там Про жизнь Про школу Про школу Про вот этого Все И вот тогда Мне это казалось Что это реально Хрень была Но сейчас Я вспомнил Если честно Да Он может был И прав Вот реально Это все поменялось Сейчас уже намного Намного все лучше Намного все по-другому И может Вот тогда Ребята Вы задумайтесь То что я был прав Мы не знаем Что будет через 5 лет Мы не знаем Что будет через 10 лет Может через 10 лет Уже будут всякие Анимусы Как в Ассасинскриде Может через 10 лет Уже будут летающие машины Может через 10 лет Мы уже в космос Будем открыто выходить И Ух ты охренеть А это вот та хрень Которую Ага И поэтому ребята Мы уже может И будем Мы уже может И будем Вот этим Всем другим Как будто Пользоваться Да Вот эта хрень Я ребята Обозревал Это все Сейчас нам Это не нужно Вот тогда Вы ребята Можете вспомнить Что я тогда Имел ввиду Но сейчас Это вам ребята Может Может даже Не понять Это нам Если честно Сейчас не нужно То есть Нам не нужны Никакие умения Это восстанавливает умения Которые вы случайно Пропустили Или вы можете Новое умение Какое-то изучить Да Какую-то новую темпку Но сейчас Если честно Это нам нафиг не нужно Я не хочу Никакие другие умения Себе восстанавливать Поэтому В принципе Все нормально Поэтому ребята Наверное На этом Мы уже будем Заканчивать Наши разговоры И нашу Нашу Тему Вот эту И нашу серию То есть Ну просто Такие знаете Я не знаю Что-то на меня нахлынуло Иногда нужно И душу излить Иногда нужно И поговорить Иногда нужно И какие-то Другие темы Найти Да Не только же Майнкрафт Не только же Пиксельмон Поэтому ребята Запомните Потом через Дет 10 Вы так Вспомните И подумайте Да Наверное Все-таки Я был прав Да То что Когда я говорил Что Хоть вы сейчас И думаете Что школа Это говно О чем Как бы Шел разговор Вот эту Всю серию Но когда вам Будет 25 лет 30 лет Когда у вас Уже может Будет семья Вот тогда Ребята Вы вспомните Когда вы будете Хреначить Круглые сутки На работе Нужно будет Кормить жену Нужно будет Кормить детей Вот тогда Вы вспомните Как же мне Было Охрененно В школе Не то Что сейчас Хреначить И просто Жить Взрослой Жизнью Вот тогда Вы ребята Задумаетесь А сейчас В принципе Вряд ли кто-то Поймет Может там Уже люди Которые будут Поступать в университет Которые заканчивают Школу Уже может Что-то Соображают Но В середней школе Ребята Это Не зря Не зря Я столько Балаболил Вот всю серию Мы нашли Ребята Алтарь Забдуса Под конец серии Не зря Я наверное Столько Балаболил Потому что Все-таки Мы его Нашли Так Сразу же Ставим Чекпоинт Да Если бы Я не базарил Я бы вот так Рандомно Не залетел В эту саванну Если бы Я сюда Не залетел Мы бы Не нашли Алтарь Забдуса Это Ребята Последние Это Последний Алтарь Легендарной Птицы Забдус Забдус Вот так Похрен Это Очень круто Ребята Так Почему я Написал Сейчас Вот так С одной С он Пишется Но все же Ребята Мы Сейчас Забдус Мы Заспавнили Молтреса В этой серии Мы Погорили Первое Сентября С чем Я вас Опять Поздравляю Да Получилось Если честно Не хотел Делать Длинной Серии Потому что Мне рано Нужно Вставать На всякие Консультации Идти Всякую Хрень Поэтому Я хотел Делать Серию Как можно Меньше Там Минут 15 20 Максимум Скоро Отрендерить И вот Это все Но у меня Уже Час Ночи Я начал Может Поздно Я начал И уже Ребята Час Ночи На этом Мы уже Действительно Будем Закончить Потому что Мне реально Нужно Идти Спать Это еще Рендерить Это еще Хренеть Когда я Пойду Спать Ну все же Ребята Это подарок На первое Сентября Реально Не унывайте В школе Это круто Вы потом Об этом Поймете Когда ее Уже Закончите Поэтому Ребята Всем Спасибо за просмотр Как я уже Сказал Наберем Тысячу лайков Сразу же Ну на следующий День Выйдет Следующая серия Пиксельмона Не через день Не через два Дня А на следующий День Поэтому Если вы хотите Каждые Новые серии Пиксельмона Каждый день Все что у вас Требуется Это просто Поставить лайк Это И действительно И порадует Меня И даст Мне больше сил Для записи Новых видео Предпоследнее Это не забываем Оставлять комментарии Если вы хотите Со мной Пообщаться Я отвечаю На ваши вопросы Поэтому Ребята Оставляйте Свои сообщения Под этим Видео И последнее Ребята Вступайте В нашу Большую Дружную Семью Я действительно Отошлюсь К своим Подписчикам Как реально К друзьям Поэтому Если хотите Стать моим Другом И вступить В нашу Большую Дружную Семью Все что Вас